Утро следующего дня. У меня жуткая крепатура, все болит. Сейчас буду украситься. На улице идет мелкий такой снег, миленький такой, мокрый. В общем, мне надо привести себя в порядок, хотела вам показать, что я с собой взяла с косметикой. Так, вот моя косметичка, достоверевшая, кстати, все, что я с собой взяла с косметикой. Она практически пустая. Это палетка, здесь удобно, потому что она закрывается, удобнее, ничего не рассыпается. Куча всяких теней, которые я хочу использовать, яркие всякие каналы отдыха. Конечно же, румяна, все вместе и зеркало, то есть это такое все в одном. Так, я взяла тональную основу с собой, буржуа, которая сейчас пользуется, она увлажняющая. Блин, консилер у меня от Essence, Take & Concealer. Это новая тушь, о которой я вам говорила, это L'Oreal Million Lashes So Couture. Вот эта вот фиолетовенькая, классная, кстати, тушь, я буду на нее обзор делать еще отдельно. Так, что у меня тут еще кисточки. Вот видите, все, все добро мое. Что я взяла? Карандаш черный, обычный и колпачок с точилкой. Кисточки, растушевочная кисть, она же синяя, вчера красилась синяя. Маленькая, бушистая кисть. Кисть для бровей, оформление. Что у меня тут еще есть? Вот ровно подстриженная кисть, плоская пинцет, конечно же. Маленькая кисточка для румян. Что тут еще у меня? А, карандаш для губ, вот такой нейтральный, сама пока еще не пользовалась. Ну, лежит еще. Куча палочек. Это пластырь, это пробничек духов, что это у нас? Барбари. Да, резинка. Да, вот все, все, что у меня есть в косметике. В принципе, мне этого с головой хватает. И, как видите, много места, кстати, не занимает. Вот. Сейчас буду делать макияж, кстати говоря. Это был наш последний день в Буковеле, поэтому провели мы его, соответственно, на лыжах. И шел снег, и все выглядело, как никогда, сказочно. И посмотрите, даже Дед Мороз стоит в очереди на подъемнике. И все, чем мы занимались до вечера, это поднимались и спускались, поднимались и спускались. Смотрите на это, я боюсь ужасно, у меня еще колено болит. Вот, куда мы забрались, самый верх. Короче, сейчас будем ехать, я на лыжах стою. И вот еще один спуск. Вот она, куда мы можем сейчас ехать. Посмотрите, как круто Буковель выглядит вечером. Мы заказали форель. Местная рыба на Закарпатье. Норм. Типа с овощами. Ем картошку. Половина рыба уже съели. Очень вкусно, очень вкусно. Так как поезд у нас ночной, а бронь номера отеля у нас закончилась, соответственно, мы выехали в Ивано-Франковск и решили там прогуляться. Посмотреть их достопримечательности, погулять по паркам. Погода была не слишком холодная и вполне соответствовала настроению. Вообще, Ивано-Франковск очень уютный и такой спокойный город. Как раз в те даты, когда мы были там, празднование. В общем, была ярмарка и настроение было, конечно же, праздничным. Редактор субтитров А.Семкин В эту ночь мы уехали с Ивано-Франковска и уже наутро были в Киеве. И, как говорится уже по традиции, Буковель жди на следующем году.